Академика Дмитра Ивановича Петрика Многоуважаемые господа академики, напомню, что вещинка графита, частица, вернее, графита, состоит из вот таких отдельных слоев, которые в 1996 году, по предложению ИЮПАП, были названы графенами. Один слой называется графеном, а два таких слоя называются графитовым пакетом, согласно постановлению ИЮПАП. Такой двумерный углеродный кристалл, согласно теоретическому обоснованию Ландау и Пайерсли, принципиально существовать не может вне кристаллита. 1996 год. Это заключение Института криминалистики ФСБ России, обратите внимание, он сделан в 1998 году. Это начальник Института, он доктор физико-математических наук, генерал-майор, он на сегодняшний день советник директора ФСБ по науке. Таким образом, ОСВР это гомогенная углеродная масса, состоящая из связанных вандер-вальсинсионных графенов, плоских элементов графитовой структуры, графитовых пакетов, а также продуктов их хаотического сращивания. О каком ОСВР идет речь? Углеродная смесь высокой реакционной способности, которая была мною разработана, построена в завод и производится в огромных количествах, который и стал основой, вот этот материал, для очистки воды, все вы наслышаны о большом скандале, который разъявляется в нашей стране в связи с этой темой. Таким образом, обратите внимание, в 1998 году уже существовал документ, что некий материал изучен, и он состоит из графена. Что же я тогда сделал? В межслоевые пространства вот этого графитового пакета я ввел в химическое соединение, способное к взрывообразному разложению. И вы сейчас же будете наблюдать в этом зале графит, который вы возьмете на ощупь, и он ничем не отличается от обычного графита. Вы можете с ним как угодно взаимодействовать, но вы не распознаете, что он чем-то отличается от обычного графита. Вот он. Но! Это не обычный графит. Повторяю, в межслоевых пространствах кристаллитов графитовых введено специальное химическое соединение. Что же дальше? Как только вы мне позволите продемонстрировать следующее. Я выкопаю на этот графит некое химическое соединение, которое взорвёт критическое количество молекул соединений, которые находятся в кристаллической структуре графита. Критическое для чего? Чтобы началась рецептная реакция. И вот на ваших глазах из маленькой кучки графита сейчас будет вырастать огромная гора чего? Графена и графитовых кетов. Вы скажете, что же Ликтор Иванович Ландау был не прав? Нет же! Дело в том, что я исходил из следующего. Как только я оторву один графен, Вот эти периферические атомы углерода координационно ненасыщенны и обладают огромной активностью. Они мгновенно восстановят связи. Вот так, вот так. Как если бы вы книгу отрывали, соминали листы и кидали в сторону, и вскоре у вас вырастет огромная гора этого материала. Что вы сейчас и наблюдаете? Во всех своих статьях, во всех работах, я называл этот процесс способ холодной деструкции графита. И я получил открытие, зарегистрированное Международной Ассоциацией Атлонаучных Открытий, которое так называется, явление образования наноуглеродных структур при холодной деструкции графита. Некие господа, отклонились только раз в их сторону, Новоселов, он прибегал к нам в университет электронной техники в Москве, он просил этот материал, он спрашивал, что значит холодный, и они решили, что холодный, это надо положить на клейкую ленту, и 500 раз оторвать, и если повезет, то вы на этой ленте, в конце концов, обнаружите графен. Это все, что они сделали. Они показали, что графен может быть, но их услышали, потому что они напечатали свою первую статью в 2004 году в Nature, в самом научном журнале. И тысячи-тысячи научных центров схватились, чтобы исследовать этот материал. Количество статей 3600, которые были напечатаны на эту тему, и явились основой выдачи Нобелевской премии. А теперь внимание, чтобы украсить нашу дальнейшую демонстрацию, разговор, показываю. В 2004 году, в том же 2004 году, я зарегистрировал в Америке, дорогие друзья, я зарегистрировал в Америке патент, который называется промышленный способ производства графен. В 2004 году, вот они графены. И вот здесь указано, 30 ноября 2010 года патентное ведомство Америки выдали этот патент. То есть, утвердили патент спустя 6 лет. А выслали они мне его ровно на следующий день, после вручения Нобелевской премии, здесь все написано. Вот так бывает наушу. Это первый в мире патент, промышленный способ производства графенов. Так вот, сейчас же пока я хочу, чтобы вы впервые чтобы вы впервые увидели, как выглядят графены. Это сделано в Америке. Это 64 тысячи раз увеличение. Калифорнийский американский университет. Мой материал. Вот вы видите, отчетливо, по два графена. Вот здесь, вот здесь. На других местах это увеличение в 128 тысяч раз. Вы их видите, как изогнутые. На моем сайте, и там дальше вы видите множество других изображений. На моем сайте примерно 5 университетов Америки из 2004 года исследовали материал и показали, как он выглядит. Если я сейчас запущу реакцию, то вы сможете все, кто желает, подойти, взять, впервые в жизни, вам будет приятно положить в ваши пакетики настоящие графены, вокруг которых сегодня так много шуму, и количество его будет увеличиваться. Вот, дорогие друзья, вы видите чудо. Чудо науки. Вот вы сейчас видите разрыв межатомарных связей. Без клейкой ленты. Ага. Видели, как цепная реакция вдруг взрывается и инициирует? Когда придете, я хочу, чтобы... Ну, если будет интересно, вы можете все взять, у кого есть оборудование, чтобы посмотреть. Обратите внимание, вот маленький взрыв начинается, окат, шарик. И дальше инициируется весь процесс. Так вот. Вы можете взять, подвергнуть анализам. Сейчас подождем еще один. колдун. Нет, мои дорогие, очень ясная, очень понятная наука. Она очень вразумительная. Она, значит, поставлена в завод на большое промышленное производство. У меня сегодня вот этого материала, вы можете взять в руки его, вы можете налить нефти, вы не услышите вот этот вес. Это очень приятно держать его, потому что это примерно одна сотая грамма в ваших руках. Вы кинете, набьете на поверхность нефти, вы кинете его. Один грамм забирает восемьдесят грамм нефти. Один грамм. Восемьдесят грамм. Мыслимо ли это? Ну, вы можете сами это проверить. И моё производство сегодня у меня подготовлено лежит двадцать тысяч мешков, чёрные красивые мешки, по восемьсот грамм в каждом подключается. И милости прошу всех вас, всех желающих, участвовать в этом деле. Каким образом, вы скажете? Смотрите, кроме патента способ получения промышленный способ получения агрофенов запатентован в пятидесяти шести странах мира. Я получил пятьдесят шесть патентов способ очистки воды с помощью этого сабинта. Мы взяли этот материал и отправили в Москву в кардиологический центр. И там пропускали через него плазму крови. Оказалось, что очищают от мочевой кислоты от креативных глицининов каких-то. И это фактически решение искусственной почки. И я сделал патент. Мы провели исследование в НИИ скорой помощи и в Институте экстремальной медицины. Это огромные материалы, поскольку мы проводили исследования на ожоговых больных. Способ деструкции боевых отравляющих веществ. И требовалась только поддержка. Слышите, поддержка? И вот тут появляется нечто абсолютно уродливое. Рассказываю. Сегодня три головных газеты, которые меня атаковали, судом приговорены штрафом как-то так. Но академик Рубляков скрывается, уже пять раз на работу ему приносил суд. Академик Захаров скрывается, не живут дома, потому что я их буду судить за беспрецедентную историю. В наших руках, подтвердите, Светлана, находятся документы. А Америка в лице нету. Лебедева работал раньше на радиостанции Свобода, поэтому мы не знаем кто за его спиной, предложила нашим академикам один миллион долларов за разоблачение Петрика. Это их внутренняя переписка и все документы у нас материально заверенные. И даже переписка, как они между собой борются, кого они возьмут, а кого они не возьмут на деление этого миллиона. И тогда комиссия по лженауке выступает против этих 24 академиков и не смяли три человека, смяли всех, все запугали, потому что с ними вместе 47 научных журналистов в одну минуту возникли, 47, и уже все газеты были проплачены. Мне не пробиться в комсомольскую правду, чтобы дать интервью. И вот состоялась такая жесткая атака, при которой даже правительственные решения не в состоянии чего сделать, это желтая пресса. Огромное вам спасибо, я очень долго говорил. Да нет, вы время ничего. Коллеги, пожалуйста, Виктор Иванович, можно вопросы? Я очень жду. Пожалуйста, вопросы. Пожалуйста.